Любое расширение перечня оказываемых населению услуг требует большой предварительной работы. Согласуются регламенты, оговариваются сроки исполнения, координируется деятельность всех задействованных в этом вопросе структур. В декабре мы начали оказывать несколько новых государственных услуг для физических и юридических лиц. В первую очередь хочу начать с того, что мы начали сотрудничать с управлением Федеральной миграционной службы. Поэтому теперь вы можете подать у нас заявление на замену или выдачу паспорта гражданина Российской Федерации или на выдачу сграничного паспорта. Граждане Российской Федерации, которые достигли возраста 20 или 45 лет, могут обращаться к нам за заменой паспорта без ограничений, а также те граждане, которым необходимо поменять свой паспорт в случае изменения имени или фамилии. Правда, здесь существуют некоторые ограничения. Во-первых, не принимаются документы на оформление от граждан в случае, если они потеряли паспорт или он был украден. Если вы по каким-либо причинам потеряли свой паспорт, вам нужно обращаться только в ваш паспортный стол по месту прописки. Кроме того, документы от граждан, достигших возраста 14 лет, принимаются лишь в том случае, если они имеют подтверждение гражданства Российской Федерации, то есть отметку о гражданстве на свидетельстве о рождении или соответствующий вкладыш. В иных случаях таким заявителям также необходимо обращаться в паспортный стол по месту прописки. Еще мы принимаем от физических лиц заявление на выдачу справок об отсутствии судимости. Кроме того, мы расширили количество услуг и для юридических лиц. И теперь организации и индивидуальные предприниматели могут подать у нас заявку на оформление разрешения на перевозку людей и багажа легковым такси на территории Московской области. А также получить разрешение на въезд на МКАД для автомобиля массой более 12 тонн. Также у нас вы можете подать заявление об отказе от получения универсальной электронной карты. Универсальная электронная карта объединяет в себе идентификационную и платежную функции, что позволяет использовать ее как аналог удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи. Это безопасный и удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде. Аннулирование ОЭК осуществляется бесплатно на основании поданного человеком заявления об отказе от использования карты. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.